Девятый номер Дал свисток на ваших бригадах, на ваших экранах судейская бригада Анатолий Киселев Сегодня также очень интересный матч проходит в Волгограде, где местный ротор принимает лидера 4-го чемпионата России по футболу клуб «Спартак» Алания Ну и наши камеры установлены на стадионе в Петро Сегодня с утра в Москве шел дождь, и многие переживали, что поле будет в плохом состоянии Но, может быть, я повторюсь, расскажу, что стадион «Локомотив» один, может быть, из самых лучших футбольных аренд не только в Москве, но и в России И поле находится в отличном состоянии Сейчас дождь прекратился, даже выглянуло солнышко, а хозяева заработали штрафной И, конечно же, рядом с мячом десятый номер Александр Смирнов Почтительное расстояние до ворот Руслана Нигматулина Которого сейчас вам показал крупным планом режиссер трансляции Рустам Манин Харлачев Вот он на ваших экранах, Евгений Харлачев Несомненно, талантливый игрок, который заявил о себе еще в начале этого сезона на Кубке Хазарова О предсезонном турнире команды «Спартак» и «Локомотив» разыграли главный приз этого турнира И тогда «Спартаковцы» победили за счет мяча Сергея Родионова Неплохо начал Харлачев и этот сезон, но вот мучает его обилие желтых карточек, из-за которых он уже и пропускал матчи И практически на наших экранах четвертый номер Обратите внимание на этого молодого человека Никифоров, который играет на месте последнего защитника Смирнов Анопко Мамедов На пятницкий сделал передачу на Шмарова, но лишь в направлении Шмарова Оффсайд По этим первым минутам чувствуется, что напряжение значительное, напряжение велико Трудно сказать, для кого этот матч важнее Для московского «Спартака», который ведет отчаянную борьбу за клубом «Спартак» «Алани» Или для железнодорожников, которые борются за место в УФА Я думаю, что и для тех, и для других ничья никого не устраивает Тихонов Волнуется Поэтому по существу опасных моментов комбинаций хороших мы пока не видели Очень внимательно защитники следят за нападающими Практически раз, два, три, четыре, шесть Шесть игроков И сейчас на последнем рубеже Сосредоточен локомотив Темболай Прекуратный удар по воротам Вы знаете, мне непонятно, почему Сергей Овчинников Практически не среагировал на этот мяч А лишь проводил его взглядом Может быть, по той причине, что считал Может быть, победный наш марш Он Может пойти именно Вот из «Спартак» Потому что достаточно легко им давались победы По существу сопротивления они не встречали Да и в Волгограде, в общем-то, должны были выигрывать Первая желтая карточка В матче Александр Кириллов на ваших экранах А удостоен, внимание, Сергей Гуренко Спартаковцы играют флангами И, по-моему, у них это не получается Потому что железнодорожники держат по три игрока Именно на флангах Включается туда еще Либера, помогает кто-то из защитников или полузащитников Не исключено, что команда Хозяев поля готовилась именно Этому маневру Спартака Пошел вперед Хлестов Санбаларь Ареничев Ареничев уходит Вот мы сейчас видели, как спартаковцы одним пасом могли выйти к чужим воротам А у соперника Стратит на это Гораздо больше Предупреждение сейчас будет Желтая карточка Дмитрию Хлестову Было нарушение правил Арбитр Александр Кириллов Решил, что Стоит пресечь грубость в самом ее начале Дмитрий Хлестов на ваших экранах Что-то так процедил Но я думаю, что это было не в сторону Рефери Побыстрее нужно играть А иначе Можно и Предупреждение заработать Зацепил Сергей Гуренко Можно появиться в медицинской бригаде Видел уже Писарев, что проигрывает это единоборство Может быть не хотел так травмировать соперника Но получилось Шипами прямо в ногу Кость По-моему Семин готовит замену А может быть мне так показалось Спартаковские болельщики на ваших экранах Да, действительно Стадион в Черкизове Это, в общем-то, родное место для Спартака Спартак и высшую лигу здесь играл Когда стадион Лужники готовился к Олимпийским играм И возвращался в высшую лигу Именно Выступая на этой арене Ну, а пока мы смотрим Еще раз повтор этого грубого, в общем-то, момента Скажу, кто же в запасе у команд Локомотив Это Хасам Биджиев Виталий Паракневич Андрей Соломатин Евгений Кузнецов Спартаковец Олимпийский чемпион Вот сейчас Локомотив сыграл От Косолапова А тут Решился на удар И вновь Спартаковцы теряют мяч И вновь Елышев в центре Цымбаларь Передача налево Хорошее подключение Оленичева Ну, нужно сейчас сделать передачу Атака продолжается Мяч попал в Валерия Шмарова И, по-моему, попал в руку Даже девятому номеру Потому что Было такое замешательство В рядах и тех, и других футболистов Все подумали, что должно быть пенальти Ну, как же пенальти, если мяч попадает в руку своего игрока Пенальти Ну, вот, как говорится, не было бы счастья Да несчастье помогло Не решись на дальний удар Юрия Никифоров Не было бы 11-метрового атак Андрей Тихонов Нет Нет Я ошибся Прошу прощения У поклонников команд Просто так решительно Арбитр матча пошел К 11-метровой отметке Что мне показалось Что было нарушение правил Однако Все В пользу Красно-белых А вообще у этого игрока Другие футболисты Чисто оборонительного плана Вот сейчас уехали Листов борется с Гарином И мяч попадает К Руслану Нигматулину Наверное, впервые Минут за 10-15 Точно Эти игроки у мяча Но я думаю, что Спартаковцы Наверное, сейчас нам Продемонстрируют Какую-то домашнюю заготовку Хорошая заготовка Надо сказать И Но не идет Мяч ворота пока У Спартака Зато в отличие от Локомотива Розыгрыш получил Отсвечает Контратаками И даже был забит Один мяч Но из положения Вне игры И вот еще одна атака Писарев будет бить Очень долго Николай принимает Решение Спартаковцы показывают Что мяч попал в руку Но надо играть Пятницкий В хорошем состоянии Находится поле И футболисты В общем-то Не скользят На нем Евгений Харлачев Сейчас держится За лицо Мяч попал Ему в лицо Сбили Така локомотива Впрочем Это лишь мои предположения Сейчас медицинская Бригада Железнодорожников Оказывает помощь Евгению Харлачеву Трича проходит Достаточно Корректно Но тем не менее Напряжение Есть Хаджи Федоров Романцев А это Владимир Эштреков И Юрий Семин Уже не первый год Эти два тренера Работают вместе В связке И на мой взгляд Хорошо понимают Друг друга Очень долго Пятницкий ждал мяча И уже пробежал В то место Куда опускался мяч Цымбалай И у него мяч отобрали Может быть Максимум минут пять Остается До перерыва В матче Локомотив Спартак Но мы с вами Не расстаемся После рекламы Увидите Репортаж Дмитрия Анисимова О матче первых И вторых сборных А приград Настоялась Первого августа На стадионе Интересно сейчас Произошел момент Дмитрий Хлистов Наверное Вот так Сгоряча Выпил мяч Из рук Юрия Юрия Павловича Семина Том Семин По джентльменски Оставил мяч Спартаковцу Сказал Что никаких претензий Не имеет Пожалуйста Если судья Так считает То вводите Мяч в игру Вы Игроки Локомотива Очень внимательно Следяют За Шмаровым Тихоновым Пятницкий Сейчас сделал Рывок вперед А передача Никипорова Не получилось И Здесь уже Сплоховал Андрей Пятницкий Наверное Скорее всего Пятницкий Не ожидал Такого подарка Судьбы И поэтому Непонятно Какое решение Принял То ли Хотел Остановить Мяч То ли Ударить Поворотом Но Момент Был Упущен Карлачев Навряд ли Бо получилась Игра У Алексея Косолапова Потому что Перед ним Был Не только Илья Цымбаларь Но еще И Юрий Никифоров В целом Встреча Проходит Корректно Хотя И грубые Моменты Были По одному Разу В руках Орбитра Александра Кириллова Появилась Желтая Карточка Гуренко Он предъявил Ее И Москва 0-0 Счет Так и не Открыт Но есть Еще Время До окончания Первого тайма И все Может быть Любая Атака И той И другой Команды Может Принести Успех Спартаковцы Конечно же Выглядят Помобильнее В этой игре Но я думаю Что Локомотив Сознательно Не взвинчивает Темп Не играет С командой Романцева Такой Открыт Футбол Не отвечает Атакой На Открыт Своего Шанса Потому что Локомотив Понимает Что Спартаковцы Должны Идти Вперед Они Должны Отмечать Хозяев Поля Никифоров Пошел Вперед И Сделал Неточную Передачу Темповарь Вбивают Четвертого Номера Спартака Нарушение Правил Было Совершенно Очевидно Да И отличился Евгений Харвачев Которому В сегодняшней Игре Тоже Досталось Не дает Ему Возможности Развернуться Все время В ближнего Игрока Играет Хозяева Поля Поэтому Атаки Получается Для Паснули Сбилигарина Спартаковцев Сейчас Своих Ну вот Сейчас Уже Ишмаров Не выдержал В открытую Отмахнулся Но игра Продолжается Смечом Николай Писарев Режет Угловой Арбитр Встречи Считает Что Саркиз Аганисян Сыграл Чисто Сыграл Мяч Нарушения Не было А вот Рядом С центральной Линией Валерий Шмаров Держится За лицо И вот Сейчас Он Практически Покинул Уже Поле Нет свободных мест На центральных Трибунах Стадиона Локомотив Железнодорожники Приняли Сантиметры Все решили Ну Несмотря Неспроста Об этой игре Говорили Что Встреча Будет Что называется На мужиков Вот Кто выстоит В этой игре Не потому Что будет Много грубости А потому Что в этом матче Нужно проявлять Характер Вот Евгений Карлачев Судя по этому Удару Нашел в себе Силы После Обилия Травм И нарушений В его сторону Собраться И нанести Неплохой Удар Поворота Готовится замена Сразу два игрока У Спартака Поэтому и оживление На трибунах Пока вы смотрите Момент нарушения Правил Должны вступить В матч Войти в игру Василий Кульков И Сергей Юран Кто бы мог представить Что Сергей Юран Который блистал В составе Киевского Динамо В 90 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 И игрок сборной России И игрок Московского Спартака И может Этот матч Быть его дебютом В 4 чемпионате Нашей страны В 4 чемпионате России Вот уже подошли Кромки поля И Кульков И Юран Вот вы видите Василия Кулькова Футболиста Который выиграл Звание Чемпиона Португалии В составе Лиссабонского Спортинга Так же Как и Сергей Юран И меняет Кульков Заменил Пятницкого А Юран Заменил Писарева Ну я думаю Что болельщики Наверное Больше все-таки Не хочу обидеть Сергея Юрана Но откликнулись На фамилию Василия Кулькова Который играл В московском Спартаке И наверное Еще не забыл Стиль Этой команды Юран Тут же вступил В игру Тут же уже Обратился К арбитру Вот Юран Коснулся Меча И первое Нарушение Правил Против Сергея Юрана Вышедшего На замену Да Интересно будет Посмотреть Как Юран Войдет В игру Ну явно Шел на столкновение Евгений Харлачев Не только он Растерялся Но и Игроки Локомотива Вот сейчас Наверное Уже будет Предупреждение Да Андрей Соломатин Очень грубо Поиграл Против Три оленей Третья Желтая карточка Два Предупреждения У Локомотива И одно У Спартака Андрей Соломатин Вот видите Не в мяч А в ноги Прямой ногой Очень опасно В пенальти Игрок Белоголубых Асай 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 Асалапов Асалапов Обладает Неплохим ударом Вот хороший Пас Болг Прекрасная Комбинация Которая Достигает цели Вы знаете Я думаю Что Об этой атаке Можно говорить Только С восклицательными Знаками Напрасно Спартаковцы Предоставили Свободу Действия Алексею Косолапову Футболист Обладает Хорошими Дирижерскими Качествами Он сыграл На Андрея Соломатина И последний Четким ударом Направил мяч В угол ворот Руслана Нигматулина Сейчас будет Наверняка Замедленный Повтор Передача Ну сейчас По-моему Не выдержали Нервы Уже У Юрана Он Нарушил Правила Да Тихонов Ну вот Сейчас будет Предупреждение Да Желтая карточка Показанная Футболисту Локомотива Это как раз Евгений Кузнецов Игрок Вышедший На замену Он зацепил Андрея Тихонова Который уже Уходил Вперед Пауза Пауза Эти в игре Безусловно На руку Локомотив Локомотив Выигрывает Но команда Забила Трудовой мяч Ничего Не скажешь Не с пенальти С игры Показав хорошее Мастерство И спартаковцы Я думаю Что прозевали Конечно же Прозевали Андрея Соломатина И зарушает Правила По-моему Сейчас Семин Подсказывает Что и Гарину Нужно отойти К своим воротам Да Гарин идет На помощь Защитникам Спартаковцы Не будут торопиться Косолапов Нарошил правила Уже не выдержали Нервы у капитана Пока мы смотрели Повтор спартаковцы Решили разыграть мяч Но не одну Взбивают его И Я думаю Что-то здесь непонятное Сейчас уже На кромке поля Творится Сейчас По-моему Это Николай Писарев Стал делать Какие-то замечания И по-моему Юрий Павлович Семин Ну да Точно Николай Писарев Замененный Правда Непонятно Почему он оказался Рядом со скамейкой Запасных локомотивов Но Из-за этого Возникла потасовка Сейчас Этот момент Был хороший Может быть Поторопился Александр Кириллов Со свистком Да Нарушили правила Да Сбили Спартаковцы Но Получилась хорошая передача У партнера Юрана Как раз на Валерия Шмарова Впрочем Видите Свободный В сторону Ворот Сбили Продолжение следует... 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 Лайнсмен Киселев Внимательное изучение Паптора показывает, что скорее всего судья не прав. Елышев и Христов почти на одной линии, но Елышев уже вовсю бежит, а Христов только разворачивается. Симптоматично также в этом эпизоде, что совершенно провелись Анопко и Никифоров. У Спартака же справа выделяется Писарев, который его по-настоящему Гренко прикрыть не смог. Локомотив спасает чудо-рука Шмарова. Опять атака. Назад отходит даже Гарин. Защитники Спартака тоже отнюдь не своей штрафной. После удара Никифорова мяч заскакивает к воротам, и там Тихонова задерживает руками Арифуллин. Пенальти здесь был бы вполне уместен. Еще один Спартаковский удар справа. Сымбаларь и Анопко шустро разыграли штрафной. Мамедов прострелил, и мяч отлетел к Тихонову. Овчинников и Аганесян остроумно разряжают ситуацию. Навес Писарева прерывает рукой Гуренко, что отчетливо видно на замедленном повторе. Но судья Кириллов или не замечает его, или считает игру рукой неумышленно. Опять не смог показать себя в прежней силе Андрей Пятницкий. Маневр Косолапова он прочитал, но эпизод оказался демонстрацией взаимных ошибок. После перерыва Локомотив озадачивает Нигматуре на опасной атаке. Теперь ход Спартака. Впервые на поле выходят Кульков и Юран. Последний крестится на католический манер. Видимо, западные традиции все еще дают о себе знать. И тут состоялся гол. Косолапов спроектировал безукоризненную передачу, а Соломатин виртуозно принял мяч и сразу же пробил. Страсти достигли апогея. Боковой судья постоянно мучил спартаковцев офсайдами, зачастую ложными. Уже замененный к тому времени писарев отреагировал на очередную отмашку самым агрессивным образом. Семин тоже принял участие в конфликте. Болельщики завелись. Из трибун на беговую дорожку полетели пивные банки и бутылки. Милиция начала побоище. Действия правоохранительных органов вообще довольно-таки странно. Они никак не контролируют происходящее изнутри. То есть не находятся в гуще фанатской толпы. Нет профилактики, есть только карание. На поле тоже запахло жареным. Борьба становится все жестче и жестче. Но борьба это стихия локомотива. Спартаковцам просто не дают бить. Арифулин под катом остановил Мамедова, а на атаку у локомотива уже нет сил. Разгоняется одинокий Гарин. И длинный рейд заканчивается фоллом Хлистова. Судья молчит. В конце игры сила на исходе и у локомотива. Но выручает все тот же Арифулин. 1-0 победа локомотива, который произвел более цельное впечатление своей выдержанной тактикой и умением настраиваться на важные игры. Спартак проиграл, но не был слабее. Поэтому болельщики проводили свою команду оваций. Ну ты знаешь, я еще не забивал таких важных голов в своей жизни. И поэтому, не знаю, сейчас такое состояние. Радостное, конечно. А в чем важность этого гола? Я думаю, что все-таки локомотива, наверное, нереально за Владикавказом будет угнаться даже после этой победы. В чем тогда важность? Почему бы и нет? А почему бы и не угнаться? Ну а каким образом? Ты знаешь, тут еще серебряные и бронзовые медали разыгрываются. А это как-никак играли команды, которые занимают второе и третье место. Судейство было отвратительное. Но то, что Спартак не выиграл, где-то виноваты сами. Было очень много моментов, когда можно было забивать и выигрывать, несмотря на судейство. Это был особенный матч. Матч, в котором встречались не только соседи по верхнему этажу турнирной таблицы, но и команды, претендовавшие на роль основного преследователя, далеко убежавшего от остальных клубов Владикавказского Спартака. Не случайно на трибунах локомотива собралось рекордное за последние годы число зрителей. Целых 18 тысяч. Спартаковцы сразу же пошли вперед, и дальний удар цембаларя отразила стойка ворот. А шла шестая минута. Вскоре уже железнодорожники перехватили инициативу, и в воздухе, что называется, запахло голом. Когда Смирнов отменным пасом вывел один на один с Нигматулиным Елышева, и тот поразил ворота Спартака, вряд ли кто заметил поднятый флажок бокового судьи. И даже посмотрев этот эпизод с другой точки, трудно с уверенностью сказать, было или не было положение вне игры. Спартак, после этого звоночка, заиграл на какое-то время в свою привычную игру, создав несколько неприятных ситуаций у ворот Овчинникова. Лишней точности в заключительной фазе атаки до отвернувшейся Фортуны не позволили Тихонову, Писареву, Пятницкому открыть счет. Было что обсудить разминавшимся за воротами новобранцам Спартака Кулькову и Урану. Сергей, ну как вам московский дерби? Дерби приличное, судя по первому тему, все-таки игра интересная со стороны Локомотива, со стороны Спартака. Спартак все-таки выглядит поувереннее и жалко. Сейчас мой клуб в данный момент и не реализовали столько моментов. Чувствовать игру. А Локомотив, строго действуя в обороне, искал малейший шанс для контратаки и нашел. 19-летний Андрей Соломатин поймал таки свою птицу счастья, забив победный гол в этом матче. При всем богатстве выбора самая яркая игра недели. Команда, проигрывавшая этот матч, фактически оказывалась вне борьбы за чемпионство. Поэтому и Локомотив, и Спартак открыто сделали свои ставки. Команда Семина построила игру от обороны, как и в удавшемся матче против Владикавказца. Красно-белые, понятное дело, атаковали. Почти сразу же события стали разворачиваться драматическим образом. Лайнсмен Киселев зафиксировал апсайд у Елышева и не засчитал гол. С этого момента Семин начал с лайнсменом диалог. Внимательное изучение Паптора показывает, что, скорее всего, судья не прав. Елышев и Христов почти на одной линии, но Елышев уже во всю и бежит, а Христов только разворачивается. Симптоматично также в этом эпизоде, что совершенно провелись Анопко и Никифоров. У Спартака же справа выделяется Писарев, который его по-настоящему Гуренку прикрыть не смог. Локомотив спасает чудо-рука Шмарова. Опять атака. Назад отходит даже Гарин. Защитники Спартака тоже отнюдь не своей штрафной. После удара Никифорова мяч заскакивает к воротам, и там Тихонова задерживает руками Арифулин. Пенальти здесь был бы вполне уместен. Еще один спартаковский удар справа. Медов прострелил, и мяч отлетел к Тихонову. А в чинниках Аганисян остроумно разряжают ситуацию. Впервые на поле выходят Кульков и Юран. Последний крестится на католический манер. Видимо, западные традиции все еще дают о себе знать. И тут состоялся гол. Косолапов спроектировал безукоризненную передачу, а Соломатин виртуозно принял мяч и сразу же пробил. Страсти достигли апогея. Боковой судья постоянно мучил спартаковцев офсайдами, зачастую ложными. Уже замененный к тому времени Писарев отреагировал на очередную отмашку самым агрессивным образом. Все мин тоже принял участие в конфликте. Борельщики завелись. Из трибун на беговую дорожку полетели пивные банки и бутылки. Милиция начала побоище. Действия правоохранительных органов вообще довольно-таки странно. Они никак не контролируют происходящее изнутри. То есть не находятся в гуще фанатской толпы. Нет профилактики, есть только карание. На поле тоже запахло жареным. Борьба становится все жестче и жестче. Но борьба это стихия локомотива. Спартаковцам просто не дают бить. Арифурин под катом остановил Мамедова. А на атаку локомотива уже нет сил. Разгоняется одинокий Гарин. И длинный рейд заканчивается фоллом Хлистова. Судья молчит. В конце игры сила на исходе и у локомотива. Но выручает все тот же Арифурин. 1-0. Победа локомотива. Который произвел более цельное впечатление своей выдержанной тактикой и умением настраиваться на важные игры. Спартак проиграл, но не был слабее. Поэтому болельщики проводили свою команду овацией. Когда соперники встречались во втором круге, фаворитом опять считалась команда Романцева. Которая выправила свое турнирное положение и усилилась звездами из Европы. Шмаровым, Черчесовым, Кульковым и Юраном. Спартак преследовал лидеров, ладикавказцев. О локомотиве, как претенденте на золото, вообще речь не шла. Тем не менее, попреки всем раскладам, команда Семина опять победила 1-0. После матча стало ясно, что Спартаку придется довольствоваться бронзой. А вот как раз локомотив попробует конкурировать с ладикавказом. То есть ситуация зеркально изменилась. Примечательно, что инциденты, случившиеся по уходу матча, не испортили нормальных отношений между командами. Итак, в 95-м локомотив дважды обыграл Спартак, причем именно тогда, когда победа красно-белым была нужнее всего. Но это не означает, что локомотив оказался наголово сильнее в том сезоне.